Ущерб экономике причиняет не только коронавирусная пандемия. В торговых точках Чувашии продолжают расплачиваться фальшивыми деньгами. Выявляют их в основном не на кассе, а уже в банке. Специалисты отмечают, что поддельную купюру вполне может распознать каждый. Нужно лишь быть внимателем и знать основные способы ее защиты. Об этом сюжет наших коллег из пресс-службы МВД Чувашии. Первым делом проверяют микроперфорацию и водяные знаки на просвет. Они их замечают и спокойно берут. На эти признаки не стоит обращать внимания, так как они очень хорошо подделываются. Взять в руки купюру и осмотреть водяные знаки бывает недостаточно, отмечают в экспертно-криминалистическом центре МВД Чувашии. Именно к ним попадают фальшивки на экспертизу, после того, как их обнаружат сотрудники магазинов и банков. Поддельные денежные средства сейчас могут быть очень высокого качества, поэтому в руки лучше взять увеличительное стекло и обратить внимание на детали. Основными признаками подделки, которые можно легко различить невооруженным глазом, если немного присмотреться, или при помощи даже небольшой лупы, это является микротекст. Микротекст находится в облаке с лицевой стороны и на оборотной стороне. На фальшивых денежных купюрах он визуальным глазом заметен, но если приглядеться, то он уже приближение в другую сторону будет очень нечеткий. С начала года в республике было сбыто порядка 80 поддельных купюр. Чаще всего в руки продавцов попадают фальшивые пятитысячные. Злоумышленники заглядывают в заправочные станции, продуктовые магазины и рынки. Сбывают чаще всего менее ответственным гражданам, которые принимают минимум мер для проверки наличности. Основную массу они, конечно, пытаются сбыть там, где больше всего поток людей, где продавец меньше обращает внимания на купюру и прибегает к аппаратам, определяющим фальшивые денежные знаки. Они тоже своего рода психологи. Кроме проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники экономической безопасности заглядывают и к самим продавцам. Напоминают меры безопасности, вручают памятки, просят быть внимательными при обращении с денежными знаками и незамедлительно обращаться в полицию при обнаружении купюры с признаками подделки. Это тяжкое преступление. В первую очередь задумайтесь о том, если у вас появилась как раз купюра фальшивая, не стоит выбрасывать, потому что если вы выбросите, то может поднять эту купюру менее, так как сказать, ответственный гражданин, который уже попытается ее сбыть. МВД Почувашской республики напоминает, сбыт даже одной поддельной купюры грозит лишением свободы на срок до 8 лет.